что давайте делать конфетки для тех кто любит сладкой но не хочет много нехорошего сахара можете попробовать конфеты из фиников очень вкусные тут у меня один стакан размельчим теперь эту смесь выливаем к орехам теперь добавляем 4 столовых ложек какао можете добавить какого с сахаром или без сахара у меня есть и то и другое но я сейчас добавлю просто такой у меня также есть вот такое но она без сахара так теперь это все размешиваем это не для кулинарного канала это для моего главного канала как я уже сказала скоро мои хорошие скоро я открою кулинарный канал там я буду оставлять уже более профессионально без разговоров но пока пока работаю над этим так формируем шарики вот такие где-то так вот мои хорошие вот такие вот получились у нас картошечки закрываем пленкой и отправляем в холодильник на 20 минут вкуснейший десерт готов ангелл 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 у меня окно ангелл у меня э это э э Папа привез дыню с Ташкента, именно такую хотела. Есть разные сорты, есть мягкие, а это именно такая твердая, хрустящая, не твердая, а хрустящая, очень сладкая. Это просто он сделал снаг-перекус, чипсы с сыром и с курицей. И скупались. Я тоже готова скупания. Пока дети спят, хочу чуть-чуть в воде обрызгаться. Я-то не умею плавать, так и не научилась. Родители не разрешали, не знаю почему, боялись, что к тому. А сейчас у меня, знаете, такой страх. Но почему страх, есть твоя тоже причина. Сейчас расскажу вам. Зайду в воду. Нечем взять крем брызгалкой. Ну ладно, черт. Так, пойдемте. Если честно, я бассейн не люблю, но, наверное, это из-за того, что плавать не умею. Так, куда мне камеру поставить, чтобы она не перегрелась? Вода совсем тупленькая такая, я думала холодная. Так, нужно окунуться, чтобы нет никого. У меня была такая история. У меня было 16 или 17 лет. Мне родителям, сначала скажу, предисловие, родители никогда не пускали меня в горы. Вообще, в Ташкете девочкам не разрешают ездить в горы, потому что, ну там, считалось, нехорошей девочке ездит по горам, да? Скачет по горам. Ну, обычно в Ташкете, ну там что, моря нет, океана нет. Поэтому все летом, как бы, роскошь была поехать в горы, да, поплавать там. А подружка моя говорит, давай, поехали, поехали, а маме не скажем, что ты знаешь, поехала. Я такая, хорошо, почему бы и нет. И, в общем, утром я там какое-то что-то придумала, я не помню уже, какую-то отговорку. В общем, уехали мы в горы, там моя подружка Махира, еще там кто-то, девочки, мальчики, мальчики тоже были. Ну, все тинейджеры, как мы. В общем, приехали мы в горы, в Чарвак, кажется, назывался, да, Чарвак. И там были вот эти катамарины. Мы взяли в аренду катамарины. Я и Махира, моя подружка, татарочка, она, кстати, вышла замуж за француза, живет во Франции сейчас. И мы с ней, значит, пошли кататься на этом катамарине. И заплыли далеко, уже далеко, да, то есть посередине. И там мальчики, ну вот горные или, я не знаю, ташкентские, но ввели себя как дикари, да. Они начали наш катамарин вот так вот шатать. Шатают, 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 шатают. И не понимают же, дебилы, что они могут ее перевернуть. И в конце концов этот катамарин переворачивается. Катамарин, когда перевернулся, этот катамарин прям ударил мне в голову. И я, как сейчас помню, отчетливо я ухожу вниз. И я отчетливо помню, я говорю сама себе. У меня мысль такая, я не хочу умирать, я не хочу умирать. Вот это я помню. И все, я потеряла сознание. И меня, оказывается, какой-то мальчик вытащил за волосы, вытащил меня и спас. Помните, я вам говорила, что у меня сны, очень часто вещи. Это у меня от мамы, у меня мама такая. Она мне рассказала потом, когда я ей призналась, что я была все-таки в горах. Она мне рассказала, что в ту же ночь она видела сон, что я в песке лежу без сознания, в песке. Вот. Вот. И как бы это было предупреждение. И все, после этого я ни разу не была в горах в Ташкенте. Представляете? А мы с Ташкентом, а в Ташкенте никогда в горах. Нет, вру, я была там пару раз, но уже когда была взрослая, с родителями. Один раз с родителями и один раз в 2015-м, когда я приезжала в Ташкент. Вот не пускала меня мама. У меня вообще родители были очень строгие в этом плане. Никогда я не ночевала у подружек. Никогда. Никогда мне не разрешали. Вот как тут. А слип, слип овер дейтс, но слип оверс. Когда дети друг другу ходят, я помню на выпускном, у нас был выпускной в школе, и после выпускного я так хотела остаться у своей подружки дома, не горки. И все-таки я поехала к ней, и я так была рада. Это был мой первый-первый слеповод в таком предвкушении, да. Но прошло где-то пару, где-то часик, да. Мы уже сделали там себе подушки, уже как бы хотели поболтать. И тут мой папа приезжает и меня забирает. Это было такое разочарование на всю жизнь, если честно. Это разочаровало меня на всю жизнь, потому что я была так обижена, что... А почему я не могла остаться у подруги? Ну, они же знали, что я у подруги. Как-то было странно, с одной стороны. Иногда родители обоснованно, да, в каких-то моментах, да, обоснованно. В каких-то моментах это не обоснованно. Поэтому Севинчи я тоже иногда бываю очень строга, и Джей тоже, потому что мы как-то более консервативные в этом плане. Но потом я думаю, да что я буду её в ежевых? Да и всё равно я, конечно, много чего не позволяю. Но в сравнении с американскими родителями, конечно, я бестапо, да. Самая настоящая. Но не до такой степени, как мои родители были. Хорошо. Не, вы только посмотрите на это. Видите? Снова поменял. This is how it goes. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!